здравствуйте друзья с вами новинтернет-магазин happy things и сегодня у нас такой ну можно сказать полевой обзор вот это вот блендера который стоит перед вами полевой обзор у нас потому что к сожалению вышел из строя и наш обычный девайс на котором обычно снимаем видео потому что и сейчас соответственно приходится снимать на телефон и вышла нашу из строя опять наша постоянная обзорщица поэтому ее замещаю я не обессудьте если я буду не так речист как она так или иначе давайте все-таки перейдем к предмету нашего обзора это блендер теченет даймонд красного цвета полностью его модель звучит так 5 ксб 1585 е е р и так чем чем он отличается от блендера теченет артизан который мы уже здесь обозревали по моему и не один раз разные цвета так вот отличается он тем что во первых у него чаша 17 литров и поэтому это раз второе сделано она из так называемого тритана это такой пластик но по прочности он не уступает стеклу только меньше бьется атак он и не царапается особо и короче говоря он ничем не хуже стекла да и чаша у него только одна так что вы видите на ваших экранах то есть предположим если вы купили течен блендер теченет артизан и вытащили его из коробки то там будет внутри стоять внутри большой чаши еще маленькая так называемый пекарский стакан здесь его в комплекте нет здесь вот только большой вот этот стакан большая чаша а так он в принципе похож на артизан вот этот вот даймонд точно также сверху есть резиновая крышка в крышке есть мерный стакан который я сейчас сниму и вам уважаем наши зрители покажу вот я его снял вот такой вот мерный стаканчик на если не ошибаюсь на 30 так сейчас тут какие-то деления даже так перевернем да вот вот три деления 30 60 миллилитров соответственно можно отмерять и достаточно точно с его помощью да сама собственно говоря сама чаша попробую ее тоже снять одной рук простите не чаша крышка попробую снять одной рукой и сушки не получается тут нужны обе руки но к сожалению в данном в моем случае нужна третья рука которую у меня нет потому что одно я оруду и другой держу телефон и так или иначе если переходить ниже то дальше у нас ножи собственно говоря в принципе как сказать в принципе внешне он конечно похож даймонд на артиза но крепится даже чаша крепится по-другому тут тоже такой поворотный механизм ты соответственно нужно вывод нужно вот так вот поставить и повернуть там входит в зацепление вот сожалению одной рукой мне уже это не сделать давайте снимем посмотрим на основание собственно вот крутящаяся площадка через который передается вращение на ножи и таким образом блендер работает вот вы видите как раз внутри блендера шестеренка насколько я вижу здесь ножи сделаны несъемными поэтому нужно нужно чашу мыть вместе с ножами кстати говоря вот еще отличие от блендера артизан потому что там на это там наши насколько и да там там наши сделаны съемными их можно снимать и мыть так у все ура мне удалось закрепить одной рукой чашу и давайте наконец посмотрим на блендер в работе в принципе в работе он не отличается от блендера артизан очень похожая панель только ну форма другая и клавиши такие как бы сказать такой немножко другой материал панели прорезиненный такой на ощупь кстати симпатичнее я бы сказал даже симпатичнее чем артизан такой мягкий шероховатый прорезиненный прорезиненный пластик что ли не знаю как сказать короче говоря симпатичная такая панелька и мы начинаем его гонять этот блендер включаем его и смотрим разные режимы режим сбрасывается кнопкой включения-выключения вот эти вот пять режимов честно говоря не знаю их их названий но это такие же режима как в блендере артизан и они в обзоре блендере блендера артизан озвучивались моей уважаемой коллегой это режим корки льда ведь прерывистый такой а это а это режим пульс чем обратите внимание вот край крайняя кнопка от этого режима не работает работают только вот эти вот то есть видите я держу блендер работает я отпустил кнопку блендер перестал работать то есть это и есть режим пульс работа только при нажатии кнопки ну как звонок электрический вот собственно говоря такой вот блендер очень тоже интересный соответственно тоже заслуживает внимания на этом у меня все пожалуйста смотрите наши обзоры ставьте лайки ставьте дизлайки если вам что-то не понравилось так или иначе я знаю что я еще не очень хороший обзорщик но я буду стараться делать обзоры лучше всего вам доброго и до новых встреч до свидания